ПЕСНЯ Он бежал из плена на лучшем самолете Люфтваффе, вот на таком, и спас от смерти еще девять военнопленных. Если бы Михаилу Девятаеву нагадали такую судьбу, он никогда бы в это не поверил. Потому что в такое поверить нельзя. Шел третий год войны. Враг был еще силен, и остановить его было нелегко. И на земле и в воздухе шли ожесточенные бои. Истребители дивизии легендарного Покрышкина, где летал старший лейтенант Девятаев, прикрывали работу штурмовиков. Здесь, подо Львовом, и произошел последний бой Михаила Девятаева. Я, выдра, я, выдра, иду в атаку, прикрой, слышал он голос своего командира. Я, Мордвин, прикрываю. Мордвин, позывной Девятаева. Но немцев в этом бою было больше, и самолет Девятаева был подбит. Я, выдра, прыгай, Мордвин, прыгай, я приказываю, прыгай. Он выпрыгнул с парашютом в последний момент. С тяжелейшими травмами, потеряв сознание, попал в плен. Среди документов, захваченных нашими войсками после войны, был найден протокол допроса Девятаева в фашистском плену. Такая удача! Летчик из дивизии самого Покрышкин. Этот должен много знать. Но! Секретно, штаб 6-й воздушной армии, отдел разведки. Девятаев Михаил. Родился 8 июля 17-го года станции Торбеева. Не заслуживает доверия тот факт, что он располагает такими небольшими сведениями о своей части, будучи старшим лейтенантом. Трудно проверить правдивость его показаний. Военнопленный производит впечатление не очень умного человека. Ему удалось ввести в заблуждение немецких разведчиков. Даже дураком обозвали. А потом был концлагерь Кляйна-Кенигсберг. Сторожевые вышки с пулеметами, ров, колючая проволока, ток высокого напряжения, часовые с собаками. За малейшую провинность пленные подвергались зверским истязаниям. День и ночь Девятаев вместе с группой заключенных думал о побеге. Решили делать подкоп. Ночью из барака спускались в подпол и рыли ложками, мисками, руками. Землю укладывали на кусок жести и волоком вытаскивали. Подземный ход уже вышел за ограду лагеря. Оставались считанные часы до побега, но подкоп был обнаружен. Фашисты знали, что искать. Возможно, нашелся предатель. Всех организаторов побега приговорили к смертной казни. В тот день, когда Девятаев был приговорен к расстрелу, его мать получила извещение всего в несколько строк. Ваш сын, старший лейтенант Михаил Девятаев, пропал без вести. Сколько она слез потеряла с получением повестка о гибели моих братьев. Ведь погибли на фронте семь человек. Александр, Никифор, Федор, Петр, Василий, Алексей. Вот когда уже мне 85 лет, я только теперь понимаю, как матери было тяжело нас воспитывать 14 ртов. Ведь мать осталась без мужа, молодая еще. Она была очень мудрая, много не говорила, но говорила в дело. Она воспитала и во мне, и в моих братьях доброту, ласку. И чтобы помогать другим людям. Детство прошло, как у всех. Учился в школе, был сорванцом, дрался, защищал слабых, не переносил оскорбления. Окончив семь классов, босой с котомкой за спиной приехал в Казань. Поступил в речной техникум. Записался в аэроклуб. Ведь главная его мечта была стать летчиком. В 36-м году познакомился с девушкой Фаей. Мне было 16 лет, когда я познакомилась с ней. Вот в нашем парке там танцы были. Танцевала прекрасно, прекрасно танцевала. Но я не хуже. И я, знаете, вот, ну, как великомыслие, знаете, люди, я только говорила, я только выйду за того, кто будет хорошо танцевать. Вскоре они поженятся. Фая проводит его на фронт, будет писать ему письма, переживет все тяготы войны и никогда не предаст его. У них будут дети и много внуков. Но это будет потом, а пока они танцевали. Но очень скоро вот эту жениховскую одежду Михаил сменит на форму курсанта авиационного училища. Потом был первый день войны и первый бой. Ранения, госпитали и снова воздушные бои. Пять сбитых самолетов, ордена. И все же, все же плен, концлагерь и приговор к расстрелу. Поезд вез его в концлагерь Зексенхаузен, который находился в 36 километрах от Берлина и в 300 метрах от главного имперского управления лагерей. Эсэсовцы называли его образцовым. Виселицы, комнаты пыток, быстродействующие газы, мгновенно убивающие яды. И здесь изобретались и испытывались самые изощренные способы уничтожения людей. В этих печах крематория, сожжено 100 тысяч человек. Эта фабрика смерти находилась под непосредственным руководством главаря СС Гиммлера. Но даже здесь Девятаеву повезло. В бараке санитарной обработки лагерный парикмахер заменил Девятаеву бирку смертника на бирку умершего скромного учителя из-под Киева Никитенко Степана Григорьевича. Это список уничтоженных в печах крематория. Вот он, Девятаев Михаил, сожжен 5 декабря 44-го года. Так Девятаев стал Никитенко и благодаря этому подлогу остался жив. Вскоре Никитенко Девятаев был переведен в концлагерь на острове Узидом в Пенемюнде. Это место называли островом Дьявола. Оно было самым секретным в Германии. Когда мало кто знал, что здесь испытывались и запускались ракетные снаряды Фау-1 и Фау-2 Вернера фон Брауна, отца сверхсекретного оружия, последней надежды Гитлера. В лагере было более трех тысяч заключенных. Их гоняли ремонтировать взлетные полосы, строить новые сооружения, рубить лес. И здесь Тевитаева не покидала мысль о побеге. Ведь он летчик. А тут аэродром. И самолеты стоят заправленные. В основном бомбардировщики. Лучшие самолеты Германии. Германия. Многие испытания ракет Фау-2 заканчивались авариями. И они падали настоящие неподалеку самолеты. Закапывая воронки и разбирая завалы, Девятаев с друзьями снимал таблички с приборов самолетов, приносил в барак и тщательно их изучал. Так по крупицам накапливались знания о приборной доске самолета. Для подготовки побега использовались рисунки заключенных. Вот аэродром, самолеты, ангары, взлетная полоса. Они знали каждую мелочь, от которой зависел успех побега. И план созрел. Нужно было убрать часового, переодеть в немецкую форму одного из узников, который якобы должен был их конвоировать, а на самом деле довести до самолета Девятаева и его друзей. И когда мы пришли на это место, стали разжигать костер, я впереди шел, а Ваня кривоногов сзади с клюшкой стальной, увесистой, это вроде шуровки. Я на него смотрю, он на меня смотрит. Я говорю, Ваня, давай. Он разворачивается, что есть мочи, по этому месту хрэс, только хруст костей, и фашист падает, вахман падает на спину. А мы с Володей Сокровым, который всех лучше раз знал немецкий язык, где нагнувши, где перебежками, добегая, стоили 150 метров до самолета, Володя говорит, ложись. Я ложусь, смотрю, немцы у самолета, стремянки перетащились с одного крыла до другого, что-то по-своему говорят. Мы полежали, думаем, вот, все, наш конец, сейчас увидят нас. Но они пошли в столовую, мы переждаем, потом с обратной стороны Капанира заходим, пока еще немцы еще идут, а мы уже решаем, как забраться. Снутри нам удается открыть самолет. Мы, значит, туда в самолет, сел я в кабину, завожу левый мотор, тут же правый мотор, начинаю прогревать, и надо было добраться до взлетной полосы, а там взлетная полоса вон была, взлетная полоса, а здесь рулежная дорожка, по сторонам правого слева мистер Шмидт и Фокки Вульфа стоят, который по готовности номер один. Я думаю, они же меня увидят в полосатой форме. Я тогда решаю все с себя снять и остаюсь еще мать меня родила. в полосатой заканчивается. Тормоз, разворот. Второй разгон. Похитить боевой самолет самого секретного аэродрома фашистов, вернуть на родину девять своих друзей. Такое мог сделать только великий солдат. Не было за всю историю двух мировых войн второго такого случая. Все. Самолет в воздухе. Поднять истребители, догнать, уничтожить. Такой приказ получил воздушный ас, обер-лейтенант Люфтваффе Гюнтер Хобом. Я собрал свой экипаж, и мы сели в самолет. Я был полон решимости найти его и сбить. Но прошло 20 минут, а я его не обнаружил, потому что никто не знал, куда полетел самолет. На север, в Швецию или в Восточную Пруссию. Шанс обнаружить его был минимальным. А они полетели к своим. Но встретили их по-разному. Кто-то радовался, кто-то относился с подозрением. Еще бы! Десять пленных, да еще на немецком бомбардировщике, их подвергли жесткой проверке, длительной и унизительной. Из протокола осмотра. Самолет Хенкель-111 находился в 300 метрах южнее населенного пункта Голин, карта номер 35105 квадрат 8672, и охранялся вооруженным постом. Самолет лежит на фюзеляже и несущих плоскостях. Фюзеляж деформирован. Имеются пробоины от осколков зенитного снаряда и несколько пулевых пробоин. Правый мотор разбит, винты обоих моторов разбиты, все навигационные приборы целы. Старший следователь отдела контрразведки СМЕРШ, 61-й армии, капитан Туровский. Срочно секретно донесение. Допросы задержанных Девятаева и других ведем в направлении изобличения их принадлежности к разведывательным органам противника. О результатах дальнейшего следствия сообщу дополнительно. Начальник отдела контрразведки СМЕРШ, полковник Мандральский. Следственные органы дотошно выпытывали подробности побега и никак не могли поверить в возможность захвата самолета. Казань, Черное озеро. Здесь, в КГБ, Девятаева заставили забыть о своем подвиге. В фашистской Германии он спас девять своих товарищей, а на родине оказался бессилен. Его самого поставили на бесконечный конвейер допросов, а их отправили на смертельный конвейер штрафных батальонов. Здесь, в Германии, через 57 лет он поставит сто свечей своим друзьям, с кем он бежал отсюда, и которых убивали одного за другим. Владимир Соколов, Дмитрий Сердюков. В каждом бою одного за другим. Иван Олейник, Николай Урбанович, Петр Кутергин. Война, наконец, закончилась. Как он завидовал людям, которые шли утром на работу в его родной Казани. Ведь его не брали никуда. Грузчик в порту – единственный, на что он мог рассчитывать. Кто его возьмёт на работу? Сами должны понимать. Какое время-то было, я откровенно скажу. За нашим домом даже следили. Уж не такие мы такие. Мы же видели, вот там стоит такой человек. Смотрит. Человек пришёл из плена. Было очень, конечно, тяжело. И ему было очень тяжело, конечно. Как не говорите, 13 лет, ведь его не признавали. Это не секрет ни для кого. Это ведь нам всё-таки досталось. Я писал Сталину, Молоту, Берию писал. Но никто мне не ответил. Раз в плену был, закон Сталина – всё. Но закон Сталина не мог быть вечным. Эта невероятная встреча произошла здесь, в Пенемюнде, на той самой взлётной полосе. Они воевали и хорошо воевали. Они очень долго воевали. И они устали воевать. 57 лет назад Гюнтер Хоббом был охотником, а Михаил Девятаев – дичью. Согласитесь, тут мало причин для дружбы. Но они устали воевать. Небо сделало их врагами. Земля не примирила, но позволила понять друг друга. И они поняли. Крамолу искали долго. 12 лет не хотели поверить в правду, в подвиг. И только в 57-м году нашла его золотая звезда, Героя Советского Союза. Но посмотрите на его лицо. За звезду, конечно, спасибо. Но неужели вы не понимаете, товарищи начальники, что всё надо делать вовремя? Его жизнь, в которой столь крепко сплавились высокое и унизительное, хватило бы на десяток человеческих судеб. Прожить 60 лет, всё было, всяко было. Единственное только можно было. Я его ревновала всю жизнь. Это не ревность. Я его сейчас ревную, между нами говоря. А уж особенно, когда у нас вот уже, теперь уже идёт жизнь закату. Как вам? Я даже не представляю, я дай Бог. Я даже не представляю, как бы. Всей своей жизнью, годами унизительных подозрений, минутами заслуженной славы, сердечным теплом и нежностью, который пронёс сквозь страшные годы к своей старой любви, с той минуты, когда красавица Фая провожала его на фронт. Всей своей жизнью этот человек заставляет нас вновь и вновь испытать чувства, которые мы, увы, нечасто испытываем сегодня. Чувство гордости за свою причастность к Родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова